Здравствуйте, дорогие мои! Я сегодня всё-таки решила новый грунт себе размочить. Кокосовые чипсы написано на нём. Террариумный субстрат. А фирма Олад Окс, похоже. По заказу изготовлена в России Медоса. Срок годности не ограничен. Вот так выглядит он в спрессованном состоянии. Вроде как бы всё, ничего. Мне его рекомендовала одна из подписчиц, за что ей великая благодарность. Очень я надеюсь, что здесь будет меньше торфов, чем в предыдущих марках, купленных для растений именно. Этот субстрат, написано, что он для террариумов, для животных. Давайте пробовать, посмотрим. Я расскажу вам своё мнение по этому поводу. Что же всё-таки он из себя представляет. Для этого я буду использовать воду. Вода фильтрованная и вода кипячёная, тёплая. Вот такой пойдёт для этого тазик, потому что здесь будет вода стоять вот в этом уровне, и вверх будет сухой. Больше подойдёт небольшой тазик. Для этого вот я его взяла из комнаты, и давайте посмотрим, что же получится. Заливаю я грунт двумя литрами воды. Обратите внимание, как быстро впитывается влага. Я надеюсь, вам видно. Вот буквально за считанные секунды вода проходит внутрь. Написано, что объём готового субстрата должен составить 4,5 литра. Настояться рекомендуют данному брикету 30 минут. Потом его нужно размешать и просушить до нужной степени влажности. А воду предлагают использовать в количестве 3 литров. Вот, посмотрите, он уже вот. Ну, торф всё-таки имеется. Если вы видите, плавают частички, но без этого, наверное, никуда. Вот нижний слой уже полностью впитал воды и разваливается на части. Сейчас я добавлю сюда, как просит производитель, ещё 1 литр, потому что всё-таки, наверное, недостаточно водички. Продолжение следует... Продолжений следует... Разве Eating the Сан- Вот и все Весь брикет разошелся, и я вот в эту вот разрезанную бутылку из-под воды отправляю получившийся грунт. Немного с него воды стекает. Так как у меня бутылка эта обрезанная не закрывается ничем, она стоит спокойно, никому не мешает, и испаряется оттуда влага ненужная. Ну или нужная она, но в любом случае влага уходит. И субстрат уже готов к использованию. Я смотрю, вот обратите внимание, есть частицы мелкие, но их не так много, и это не настолько страшно. Поэтому при смешивании с тем же самым керамзитом, как я это делаю, будет прекрасный грунт, аэрируемый, достаточно влагоемкий для посадки оркидеи. Мне очень нравится этот субстрат. Посмотрите, у него крупные кусочки, прям явно видные. Их не нужно выбирать, и не получается, что у тебя половина брикета это то, что нужно вымыть и выбросить. Здесь именно вот кокосовое волокно и чипсы в большом объеме. Так, у меня в бутылочку мою не помещается уже. Я, пожалуй, в бутылочку еще одну возьму сейчас. Субстрат. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такой получился грунт. Посмотрите, как его много. С предыдущих брикетов у меня выходила одна вот такая емкость. Здесь почти что две. Поэтому делайте выводы, делайте свой выбор. Всем удачи и хорошего дня.